Здравствуйте! Это программа «Неделя города» о главных новостях. Пятница и уходящая неделя расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Первый пожар в черте города. Горела сухая трава у одного из торговых центров. Обменялись опытом с итальянскими врачами. Рязанскую ОКБ посетил профессор Джулио Санторо. ЧП в поселке Мирный из-за короткого замыкания загорелся жилой дом. Освободили условных заложников командно-штабные учения прошли на очистительной водопроводной станции в поселке Борки. Пожар площадью 2 гектара. Первое возгорание сухой травы произошло на Московском шоссе в Рязани. К счастью, никто не пострадал. Что стало причиной пожара предстоит выяснить? Часто возгорание травы происходит из-за человеческого фактора, брошенного окуркой или детской шалости, рассказывает руководитель пресс-службы регионального МЧС Дмитрий Гавриков. На территории много мусора. Это тоже создает угрозу. Бутылка на ярком солнце может сыграть роль линзы и стать причиной возгорания. Сухая трава загорелась на Московском шоссе за одним из торговых центров утром 29 марта. Экстренные службы среагировали оперативно. Огонь был быстро локализован и потушен. К сожалению, в предыдущие годы были примеры, когда за сухой травой огонь переходил на жилые строения, в результате чего сгорали дома и хозяйственные постройки. В преддверии выходных дней хочется обратиться ко всем жителям города Рязани и Рязанской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. Во временный в день порядок на своих приусаденных участках не сжигает прошлогоднюю траву и мусор. В 2018 на территории Рязанской области первое возгорание травы произошло 5 апреля в селе Масалово Шиловского района. Всего за год таких случаев было более 3000. Огнем охвачено 5 с лишним тысяч гектаров. А вот весенние половодья в этом году проходят без чрезвычайных ситуаций. Уровень воды в оке в черте Рязани продолжает понижаться. Он составляет 115 сантиметров ниже нулевой отметки гидрологического поста. В нижнем течении Океи наблюдается небольшое повышение уровня воды в Спасском и Касимовском районах. Временно приключено движение по трем наплодным переправам. Это две в Спасском районе у населенных пунктов Отьяновка и Старой Рязани и одна в Шатском районе. Движение с населенным пунктом не подключено, имеются обездные пути. В районе Касимова уровень воды в оке повысился на 11 сантиметров. На 8 сантиметров поднялась река в районе Елатьмы. Продолжает расти уровень на реке Верда у Скопина на 6 сантиметров. Также на 4 сантиметра поднялась речка Гусь в районе села Милюшево. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Еще один пожар произошел в поселке Мирный. Там из-за короткого замыкания загорелся жилой дом. На месте побывал Валерий Седов. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 12 часов 7 минут. Как говорят местные жители, приехали пожарные быстро. Буквально за 10 минут. Сами жильцы эвакуировались в спешке. Они рассказали, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Дом старый и огонь разгорелся быстро. В 12 часов 39 минут пожар был локализован. В 12 часов 46 минут ликвидирован. Площадь пожара составила 50 метров квадратных. На пожар выезжали, принимали участие в тушении 4 пожарных расчета. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб останавливаются. Местные жители рассказали, что пожарные действовали быстро и четко. И пожар удалось потушить оперативно. Сейчас на месте работают специалисты. Им предстоит установить причину пожара. А семье, живущей здесь, разобрать завалы и начать жить заново. Жильцы рассказали, что гараж, стоявший рядом с домом, не пострадал. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Обмен опытом с итальянскими специалистами. Областную клиническую больницу посетил профессор Джулио Санторо. Он провел мастер-класс и прооперировал четырех рязанцев. Его лекции коснутся раковых, опухолей, прямой кишки, свящей и других заболеваний кишечника. Джулио Санторо, итальянского специалиста, коллеги называют врачом номер один в области колоректальной хирургии. Инновационные способы диагностики болезни, методы лечения. 29 марта экс-президент итальянского общества колоректальных хирургов приехал в Рязань с мастер-классом. Это несколько иной мастер-класс. В настоящее время хирург, который оперирует различные болезни, должен не только умело оперировать и диагностировать, но и владеть какими-то еще методами исследований. В частности, Джулио сам делает УЗИ, сам делает МРТ, расшифровывает снимки. И поэтому, чтобы быть, как говорится, в тренде, идти в ногу со временем, современный хирург должен владеть обязательными хирургическими способностями на высоком уровне. Самому делать УЗИ на профессиональном уровне и расшифровывать снимки МРТ. То есть он должен быть и диагностом хорошим, и топовым, и хирургом. Помимо этого, Джулио Санторо провел четыре операции. Все пациенты – рязанцы, и у каждого диагностировались вич прямой кишки. Операции прошли в прямом эфире, то есть они транслировались на экран в конференц-зале, и Джулио комментировал каждый свой шаг. Одна такая операция продолжалась от 30 минут до часа, где если возникали осложнения, то операция могла затянуться и до двух часов. Развитие технологии, конечно, может нам улучшить результаты лечения заболевания коллапрактологического профиля. И получить большие преимущества в послеоперационном периоде. Я занимаюсь развитием такого направления в диагностике коллапрактологических заболеваний, как 3D-ультразвук, и эта технология может существенно улучшить результаты хирургического лечения. Мастер-класс итальянского специалиста прошел в рамках научно-практической конференции современной технологии в практологии – свищи прямой кишки. Ее участниками стали врачи, ординаторы и студенты. Дмитрий Хубезов рассказал, что способы лечения свищей в мире практически одни и те же, но важно порой сверять часы и проверять, в каком направлении ведется работа. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Всероссийская научно-практическая конференция хирургов начала работу в Рязанском государственном медицинском университете. Она посвящена 90-летию профессора Анатолия Гущи. Чем знаменитет ученый расскажет Галина Кудряшова. Автор оригинальных операций на позвоночнике при доброкачественных опухолях. Хирург, работающий в самых разных областях. Автор более 200 научных трудов. Анатолий Гущи 27 лет возглавлял кафедру госпитальной хирургии Рязанского государственного медицинского университета. В память о наставнике и коллеге в ВУЗе проходит Всероссийская научно-практическая конференция. Вспоминая Анатолия Леонидовича, он относился к той великой предъятие хирургов, которой, ну, если бы эти знания вообще в науке приблизительно хотя бы были или можно было бы открыть, я бы уверен, что он это сделал бы. Но бы, конечно, создал школу. Школа, которая работает и сейчас, работает и по ныне, которая уже имеет несколько поколений докторов наук, кандидатов наук. И, конечно, эффективно и качественно работает. Конференция посвящена 90-летию профессора. Коллеги называют его одним из самых ярких представителей рязанской хирургии. А время, в которое он творил, золотым веком. Сейчас хирургия региона вновь на подъеме. Развиваются наши хирургии в больнице ОКБ, в Одинской больнице, развиваются хирургии в наших районных больницах. И вот в свете национальных проектов, это очень важно, уже в этом году, опять же, будет поступать высокотехнологичное оборудование в наши ведущие больницы. Это позволит, скажем так, оказывать еще более высокотехнологичную помощь нашим пациентам. Результатами своих исследований на конференции в Рязгому делятся рязанские хирурги, ведущие специалисты Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, а также представители Национального медико-исследовательского центра хирургии имени Вишневского. Основное направление работы моего отделения – это хирургическая панкреатология, то есть заболевания поджелудочной железы. И доброкачественные, и злокачественные в значительной части. Приезд в Рязань, он всегда любопытен, потому что здесь занимаются аналогичной проблемой. В течение всего первого дня звучали доклады, затрагивающие самые разные области хирургии. Среди них заболевания поджелудочной железы, хирургия печени, вопросы сосудистой и общей хирургии, а также новые способы лечения послеоперационных осложнений. В рамках второго дня специалисты переместятся в учебную операционную Рязгому, где под их руководством слушатели курсов и выпускники смогут отработать полученные знания на практике. Они проведут несколько лапароскопических операций. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу в конце марта. Они коснутся водителей, будущих граждан России, получения земли на Дальнем Востоке иностранцами, а также госзакупок, пишет Лайв. Для участия в госзакупках организации обяжут подтверждать свои финансовые и производственные возможности. Выигравшие конкурсанты должны предоставлять в документах более полную информацию о своих финансовых показателях, а также прописывать смогут они своими силами выполнять заказ или будут привлекать подрядчиков. Еще одно изменение – музеи-заповедники будут сами устанавливать правила доступа к воде. Граждане, кому посчастливилось постоянно проживать на территории музея-заповедника, сохраняют свободный доступ к водным объектам. Но моторные лодки, рыбалка и слив отходов запрещены всем. Командо-штабные учения прошли в Рязани на очистительной водопроводной станции в поселке Борки. Представители силовых структур, органов власти региона и других организаций отработали взаимодействие при проведении контртеррористической операции на объекте социальной инфраструктуры. По сценарию учения, около 8 часов вооруженные преступники проникли на охраняемую территорию Браковской очистительной водонапорной станции. Они захватили в заложники сотрудников предприятия и вскрыли ритер-уар с чистой питьевой водой. Полиция попыталась задержать преступников, но они обстреляли представителей правоохранительных органов из огнестрельного оружия и укрылись в здании насосной станции. Взамен на освобождение заложников выдвинуты политические требования. В территории предприятия была отцеплена приняты меры, чтобы отравленная питьевая вода не попала в городскую водопроводную сеть. И тем не менее, жители города предупредили об ограничении использования воды из водопровода, определены границы возможного заражения. От ведения переговоров злоумышленники отказались и предприняли попытку прорыва с применением огнестрельного оружия. В результате проведения боевого мероприятия преступники были нейтрализованы. Заложники освобождены, очаг загорания на объекте ликвидирован. Затем проведены мероприятия по ликвидации последствий применения патогенных биологических веществ. Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона. В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета, а также Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области и администрации города. Дина Ислеева, телекомпания «Город». Росгвардия предложила штрафовать юридические лица на сумму до миллиона рублей за нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливо-энергетического комплекса. Законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях размещен на федеральном портале нормативно-правовых актов. О региональных новостях Росгвардии расскажет мой коллега Валерий Седов. Сложилось мнение, что бойцы Национальной гвардии – это люди в масках и с оружием, которые готовы выполнять любую задачу в любом месте. Однако это не совсем так. В войсках Национальной гвардии целых четыре подразделения, каждый из которых занимается своими делами. Какими – расскажем далее. Именно такими и представляешь сотрудников СОБРА, когда слышишь название подразделения оперативники на линии фронта, основная задача которых – борьба с организованной преступностью. Также они участвуют в войсковых антитеррористических операциях, проводимых в Северокавказском регионе. Как правило, СОБРовцы – бывшие сотрудники МВД, в основном оперативники, или офицеры из ОМОНа, а также кадровые армейские офицеры, которые служили в войсках специального назначения. Бойцы СОБРа работают практически в любых условиях, как в лесной, так и в городской местности. Три, два, один, штурм! Стой! Отряд мобильной особого назначения, как он теперь называется, появился в России в 1993 году. Тогда буква «М» в аббревиатуре означало слово «милиция». Со временем поменялись слова, но незадачи. В период с 2016 года по настоящее время у нас были неоднократно командировки в Северокавказский регион, командировки служебной по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. В период проведения Кубка мира по футболу в городе Саранск мы выезжали. Дальше постоянно отряд участвует в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в городе. Основные требования к сотрудникам ОМОНа – это физическая и психологическая подготовка. Они должны уметь работать в команде, быть готовыми выполнять сложные задачи. Слово «страссоустойчивость» здесь даже не произносится. И так понятно, какие задачи входят в обязанности сотрудников. Изумруд-5, ответьте интерьер. На связи, Изумруд-5. Работала на тревогу квартиру. Полстовского 15, квартира 20. Проходи, осматривай. Третье подразделение в войсках Национальной гвардии – это вневедомственная охрана. Вневедомственная охрана занимается охраной объектов квартирных птик в различных формах собственности на договорной основе. Также отдел осуществляет охрану общественного порядка на маршрутах патрулирования, охраной объектов жизнеобеспечения, критически важных объектов, отнесенных к распоряжению, подлежащих обязательной охране войсками Национальной гвардии. Сотрудники вневедомственной охраны также принимают участие в охране общественного порядка. Так, в 2018 году они были командированы в Москву и Татарстан для поддержания порядка во время Чемпионата мира по футболу. Последнее по счету на непозначение у подразделений – это отдел лицензионно-разрешительной работы. Основная задача наша – это оказание государственных услуг населению по оружию и по частной охранной деятельности. Также мы проводим периодические проверки частных охранных организаций и работников юридических лиц с особыми вставными задачами. Сотрудники почти всех подразделений стоят на страже общественного порядка. Они такие же люди, как и мы с вами. Вот только вместо самих себя они выбрали служение другим. Теперь к итогам недели. Настоящее стихийное бедствие вновь нагрянуло в село Тюшево Рязанского района. На протяжении трех лет во время таяния снега вода с заброшенного поля стекает в поселок, затапливают участки и жилые дома. Жители обращались во все возможные инстанции, но помощи так и не дождались. Настоящий паводок пришел в жилые дома села Тюшево. Тюшево. Река здесь появляется исключительно весной. С поля, которое, по словам местных жителей, никак не используется, в населенный пункт течет талая вода. Ровно три года они меня заливают. Вот с этого поля, которое абсолютно ненужное поле, ничего не сажается, не пахают. Вот они спускают на живой поселок, то есть без канала, без всего ничего. То есть нету здесь ни канала, чтобы там вода шла, ни русла официального, ничего. Вот они просто отсюда спустили и вода пошла. Никто не думает о том, что у меня четверо детей и мне просто негде жить. Абсолютно негде жить. Вот мы построили дом, мы уже переехали. И вот каждый год в это время мы просто, не знаю, вот я переодеваюсь день по 10 раз. Увожу воду лопатами. Вчера до трех ночи я сидел. И никакой реакции ни от кого нет. Вода полностью заливает грунтовку, ведущую к дому Ивана. Пройти пешком здесь нельзя, только проехать на машине. Это пока ночью холодно, когда потеплеет, начнется настоящий потоп. Ивану приходится на это время снимать квартиру и перебираться в Рязань, потому что в собственном доме жить невозможно. Потихоньку, потихоньку, у меня уже все, гараж наполняется. Сейчас она пойдет и будет стекать в углу дома. И вот так будет до конца мая. То есть, если сейчас не извлечь вот эту ситуацию, то она будет до конца мая вот так вот заливать весь угол. Здесь сейчас вот эта вода пройдет, все, канализация у меня не работает автоматически, потому что заполняется все. То есть, воду пользоваться там, если только въедрами пользоваться, выливать на улицу. А канализация не работает никакая. Так что, даже я насос не могу станции выключить, потому что у меня в подвале стоит вода 70-80 сантиметров. И, соответственно, у меня насос плавает в воде. В Ктюшевской администрации главы на месте не оказалось. Сотрудники ответили, что Иван регулярно пишет им жалобы, но они не знают, чем ему помочь. Он купил участок по дешевке, ну это просто. И когда покупал, его якобы там даже предупреждали, что там в свое время землю мы даже там не распределяли. Жители взяли, потом картошку сажали. И он купил. Естественно, он его купил дешево, этот товарищ. Ну а теперь вот там все, что могли, землю ему завозили мы. Хозяйство давало нам транспорт, землю мы ему завозили, глину туда ему завозили. А теперь что он хочет, то чтобы мы ему там выложили вот эти лотки положить и все. В такой же ситуации, как Иван, окажутся и другие жители улицы. Рядом строится дом. Соседи должны в скором времени заселиться. Еще несколько участков тоже проданы под застройку. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Зеленая зона на Новоселов оказалась под угрозой. Местные жители заметили, что рощу уже начали огораживать. Однако никакого табло, что здесь будет строительство, пока нет. Сегодня надо ее приостановить. Больше выхода нет. Ну все, смотрите, завтра видняшку. В строительной ловушке оказалась небольшая березовая роща около дома номер 53 на улице Новоселов. Здесь в прошлый четверг установили деревянный забор. В периметр попали деревья и кустарники на участке в десяток квадратных метров. Местные жители предполагают, что на их месте хотят построить офисное здание. Вот эта зелень защищает дом от дороги, от шума и пыли. Если этого не будет, то все, что надо было, все будет здесь. Я лично разговаривала с отделом строительства, с экологией. Все дело сделано. Земля не ваша. Вам нужно будет, как говорится, смириться с тем, что есть. А как же зеленая зона. Нас тут от дороги прорубили, мы молчали. Здесь деревья все повыкапывали, мы молчали. Макеонск поставили. Да, мы молчали. Деревья вот там, площадь оставили пустую, мы молчали. А теперь, когда уже пришли под окна, да. Не примут никаких решений. Будем на сайт выходить в администрацию президента, заснимем и отошлем все. Ну безобразие, ну так нельзя. Дети, внуки, куда их вывозить? По словам местных жителей, еще летом пропали небольшие деревца, которыми был засажен весь участок. Тогда этому не придали особого значения. Теперь против потенциального застройщика объединилось все ТСЖ. Людей поддержала партия КПРФ. Однако, кому именно предъявлять претензии, непонятно. По закону, около стройки должна быть табличка с информацией о застройщике. Однако, за почти неделю она так и не появилась. Мы сами вырубаем нашу страну березового сица. К чему мы придем? У нас будет город что, магазинов? Мы всегда боролись против точечной застройки. И когда идет городская дума, коммунисты всегда против точной застройки. Еще 20 лет назад на месте небольшой рощи был пустырь. Его благоустройством жители дома номер 53 занимались самостоятельно. На субботник вышли сразу после заселения. Произошло это в 1998 году. Привозили березки, вот там вот пустырь на полях, самозасев. Вот оттуда выкапывали мы полтора метровую, метровую и сюда приносили. Еще каштанчики были, потом каштаны мы пересадили туда. Хотели весной поставить сами на свои средства лавочки сюда, чтобы отдохнуть, выйти, дышать ведь нечем. Совместно с депутатами фракции КПРФ активисты составили обращение в администрацию города. Его уже подписало более 30 присутствующих. Это не первый раз, когда партия помогает людям отстоять зеленые насаждения и парки. В агропроме хотели построить мебельный кластер, тоже нумеровали деревья. И дендропарк тоже часто мы проводили субботники, ежегодно фактически проводим субботники. К сожалению, дендропарк использовали застройщики для привлечения, покупки квартир. Но дендропарк так такового до сих пор жители и не увидели. И мы, коммунисты, конечно, этот вопрос не оставим без внимания. Фракция КПРФ направила запросы в администрацию города, природоохранную прокуратуру и Министерство природопользования. Мы следим за развитием ситуации. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Готовятся к генеральной уборке и патрулированию. Буквально через неделю рязанские лесничные начнут обходы. Жаркая и сухая погода весной. Самые опасные могут начаться травяные пожары. Ули после мангала. Люди приезжают, отдыхают, пока еще не наступил противопожарный сезон. Когда вступит противопожарный сезон, разведение костров будет запрещено. 31-й квартал Рыбновского участкового лесничества находится по пути в Константиново и Пощупово. Древесину здесь не добывают. Леса выполняют защитную функцию. Спасают населенные пункты от пыли и шума. На первый взгляд весна в лесу пока не наступила. Еще лежит снег, резкие проталины только у деревьев. Растут только грибы, паразиты, на которые ни время года, ни погода не влияют. Но уже на следующей неделе обещают потепление. А засушливая погода – самые опасные. Могут начаться травяные пожары. Скорость распространения их огня достигает 500 метров в час и даже выше. И эти пожары на торфянистых, если почву, они наносят огромный ущерб. Но в хвойных, если насаждениях, особенно в северной части нашей области, они, вот эти вот так называемые беглые пожары, они могут привести к верховым пожарам. В прошлом году было несколько случаев, когда на территории Рязанского лесничества успели остановить огонь, двигавшийся от сельхоз, палок, деревьям. Леса в Рыбновском районе не горели даже в 2010-м. Правда, здесь была большая задымленность, последствия которой ощущаются до сих пор. Из лесов ушли практически все животные, кроме лис. Отсюда ушел практически весь кабан, весь лось. Остались только лисы. Вот только где-то два года назад мы во время патрулирования стали замечать, то, что появляются лосиные следы, даже лосей уже вы увидели. Понемногу стал возвращаться кабан. Но после 2010 года, это сколько прошло уже время. И только сейчас флора начинает восстанавливаться. Пока точных прогнозов, каким будет этот сезон, нет. Но в лесничестве надеются, что обойдется без пожаров. Дина Ислеева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В микрорайоне Дашково-Песочни прошел праздник. Исполнилось 73 года со дня образования Октябрьского района. Как отметили эту дату, расскажем далее. Район Октябрьский города, Октябрьский наш район. С отличным настроением, в лесу встречает он. Песнями и танцами отметили день рождения Октябрьского района. Ему исполнилось 73 года. Он считается одним из самых больших в городе. Здесь проживает около 140 тысяч человек. Район охватывает сразу два больших направления. Это Дашково-Песочня и частичный район Рощи. Протяженность составляет более 54 километров. При этом Октябрьский район продолжает активно развиваться. Здесь строятся все новые социальные объекты. В этом году совместно с правительством Лизанской области мы строим физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Зубковой, детский сад на улице Зубковой. Мы проектируем четыре группы ясельные, как пристройки к действующим садам. У нас большая программа по благоустройству. Планы действительно большие. Среди них реконструкция зеленого театра в Центральном парке культуры и отдыха, благоустройство сквера у КДЦ «Октябрь». А сквер Скобелева станет одной из площадок в рамках проекта «Рязань. Новогодняя столица России». Не забыли и о дорогах. Сегодня начинается строительный сезон. Мы активно планируем проводить дорожную кампанию. Это улица Связи, улица Тимакова, спортивная улица в Октябрьском районе. Ну и, конечно, комфортная среда, то есть те скверы, которые были выбраны жителями в рамках второй очереди. Ну и те новые проекты в рамках федерального проекта «Новогодняя столица». День рождения отметили праздником «Мой любимый Октябрьский район». Делают это уже третий год подряд. В рамках торжественного мероприятия традиционно звучат слова благодарности в адрес самых активных жителей, которые помогают сделать район краше и удобнее для жизни. Мария Ивановна вместе с единомышленниками восстанавливает площадку около завода сам. В помощь город уже выделил 2,5 миллиона рублей. Сначала сделали опиловку, потом заасфальтировали дорожки, поставили детские комплексы, уголки там всякие, карусели, поставили тренажеры. У нас очень популярное стало место. Мамы с детишками, с колясками гуляют, бабушки в три часа приходят. Бабушки из соседних домов на тренажеры. В Октябрьском районе более 160 улиц и наибольшее число прудов. А местные жители и управляющие компании стараются сохранить его одним из самых зеленых. Например, такую работу проводят в микрорайоне Дашки-5. Субботников у нас не проводится, потому что субботниками справляемся с собственным штатом. В принципе, людей не организовываем. А праздник посадки деревьев обязательно будем проводить. Мы будем сажать что-то, каштаны, дубы, липы на территории подведомственной нам. Сами жители отмечают, что готовы помогать властям. Ведь именно совместная работа – залог успеха и процветания района. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязань приезжает международная выставка кошек «Весенние смотрины». Увидеть мейн-кунов, бенгалов и мао можно будет 13 и 14 апреля в торговом центре М5МОЛ. Эти кошки смогут поразить ваше воображение. Более 100 представителей редких пород покажут необычный окрас и идеальные манеры. Международная выставка кошек «Весенние смотрины» будет работать 13 и 14 апреля. Гостей ждут в торговом центре М5МОЛ «Первый вход». В этот раз у нас приедет египетская мао. У нас в России всего несколько питомников. И в принципе по миру всего несколько питомников, которые занимаются разведением этих кошек. Также у нас будет абиссинская кошка. Ну как бы уже многие знакомы с этой кошкой. Но эти кошки будут в серебристом окрасе. Их тоже всего несколько штук в мире. И они будут представлены у нас на выставке. В Рязань приедут лучшие кошки страны. Все выходные с 10 до 18 часов они будут зачаствовать в шоу-программах. Отдельные номинации предусмотрены для кошек с рисунком, кошек с белоснежным окрасом, кайткошерстных и кошек аборигенных пород. Вечером самые красивые и ухоженные сразятся за престижные титулы в шоу «Best of the Best». Для заводчика выиграть на выставке звание «Best of Best 1» или «Best of Best 2» или «Best в котятах, в юниорах» либо в другой какой-то группе, это считается очень-очень престижно. То есть это действительно высокого класса животные могут выигрывать такие высокие звания. К выступлениям кошки готовятся тщательно. Ведь оценивать животных будут эксперты международного класса. Пластичные бенгалы, египетские мау, независимые сибирские кошки. Для каждой породы разработан свой эталон. На выставке их можно будет не только потрогать, но и купить. Обязательно прошел карантин, обязательно оформлены ветпаспорта, обязательно договор о купле-продаже, обязательно документы о происхождении. Весь пакет документов у заводчика всегда есть. Международную выставку «Весенние смотрины» организует рязанский клуб любителей кошек «Роскэт». Его представители с радостью расскажут, как правильно ухаживать и чем кормить пушистых любимцев. Консультацию можно получить на выставке 13 и 14 апреля в торговом центре «М5 Мол». Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте «Город62.тв» и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok